Здравствуйте! Я Лилия Тимива. Буду общаться с вами в культурном контексте. Этот выпуск посвящается Новому году. И хотя зима непривычно бесснежная, все же празднику быть. А посему предлагаю посмотреть, как проходят предновогодние мероприятия. Новогоднее шествие Дедов Морозов оживило город и приблизило праздник. Главный волшебник в городе. Что пожелал Дед Мороз нашим жителям? Поздравления от работников культуры. Что пожелают те, кто дарят праздник каждый день? Начнем с шествия. Традиционного шествия Дедов Морозов. Вот уж чем детей можно удивить, так это количеством волшебников. Стольких дедушек в одном месте они точно никогда не видели. Мы все ждем, ждем. Дед Морозов, Снегурчук, а вы не замерзли? Не! Зима в Подмосковье неохотно вступает в свои права. Но независимо от погоды, в последние дюкады года в Щелково приходит сказка. В зимнем парке культуры ее по традиции встречают мультяшные герои и непременно у наряженной елки. Танцы остановились в тот момент, когда на площадке появились бородатые морозы в красных шубах и с подарками. С Новым Годом! И животное шествие Дедов Морозов началось. Мы сейчас находимся в парке культуры и отдыха. За моей спиной 130 сказочных героев и антамбль барабанщиц. Мы пройдем по новому участку улицы Пушкина, по улице Парковой и встретимся все вместе на площади Ленина. Каждый раз у строителей привносят в праздник новые элементы. Пригласят оркестр, поменяют маршрут движения, чтобы интереснее стало. Впервые шествие Дедов Морозов проходит по обновленному участку улицы Пушкина. Здесь еще никогда не было столько Дедов Морозов. Да и вообще этот праздник действительно получается по-настоящему сказочный. Посмотрите, сколько за моей спиной сказочных героев. Под несмолкающую дробь бесшумная процессия выходит на улицу Парковая, где ее с фотографиями уже ждут люди. Увидеть в одном месте столько морозов – удача, которая выпадает раз в год. Классно, потому что обалденно! Тут тысяча, даже миллионы Дедов Морозов. Очень интересно. Жалко, конечно, что снега нет. Было бы еще новогоднее настроение, а так замечательно. Барабанщица просто супер. Настроение, конечно, отличное. Очень понравилось. Не ожидали, да, праздничное. Несмотря на погоду. Уже все понравилось. Да, несмотря на погоду, конечно, очень красиво. С Новым годом! С новым счастьем! Традиция проводить шествие в Щелкове появилась в 2013 году. И каждый год горожане ждут этот день, чтобы снова окунуться в толпу весело прогуливающихся людей. Светлана Романова пришла на праздник с четырьмя детьми. Мы ходим на него каждый год, и нам очень нравится. Мы теперь ходим всей семьей. Какое удовольствие от этого получается? То, что наш Щелковский район развивается, это масштабное шествие. И мы очень рады, что в нашем районе происходят такие глобальные праздники. Чтобы все были счастливы, здоровы в Новом году. И много-много праздников отмечали вместе. Почему сюда пришли сегодня? Праздничную атмосферу увидеть. Ждем все терпения Нового года. Всех наступающих! С Новым годом! Красочные незабываемые действия развернулось на улице Парковой за моей спиной Деда Мороза. Ну а вокруг жители Щелкова, они машут Деду Морозу и очень хотят, чтобы желания исполнились. Ну а Дедушки Мороз с удовольствием машет им в ответ. На площади Ленина колонна Морозов на сцене встречали музыкальные коллективы и герои сказок. Вокруг пространства заполнили люди. Поднявшись на сцену, глава округа предоставил первое слово главному Деду Морозу. Да, спешил я к вам, не скрою. Здравствуй, Щелкова родное! Здравствуй, Люд и Старый Влад! Как я нашей встрече рад! Я принес с собой метели в югу снежную пургу. Будет все через неделю. Я стараюсь как могу. Хорошей и доброй традицией стало шествие Дедов Морозов. И сегодня вы видите, сколько их здесь собралось. Дорогие дети, будьте уверены, Дедов Морозов хватит для того, чтобы исполнить ваши мечты и доставить в новогоднюю ночь подарки под елки, которые стоят у вас уже дома. Дедушка Мороз, я по традиции хочу и вас попросить сегодня помочь нам зажечь нашу центральную новогоднюю елку. Ну что ж, мы с удовольствием это с вами сделаем. Да, дорогие друзья? Ребята, вы готовы? Да! Ваша елочка горит! Ура! Дедушка, ура! Урису родилась елочка, высула, мама, слула, зимой и лето стройная, зеленая была. Ну а мы приглашаем вас к главным мероприятиям, а пища которых пропубликованы на главной улице города. И главное, это все следует, что-то следует. А вот приезд главного Деда Мороза страны из самого Великого Устюга по-настоящему удивил. Главный волшебник поздравил всех жителей с наступающим праздником. Ну а что он пожелал, расскажем далее. Всероссийский Дед Мороз отправился в грандиозное путешествие по всей нашей стране, чтобы в каждом уголке зажглись новогодние елки и исполнились самые заветные желания детей и взрослых, которые, несмотря ни на что, продолжают верить в чудеса. В Щелково он приехал впервые. Встречали дедушку в городском парке культуры и отдыха. В сердце мое морозное радуется, что я у вас в гостях, что, наконец, добрался через всю матушку Россию, чтобы пожелать самого главного – счастья, здоровья, добрых вестей, столько, сколько шишек в моем волшебном лесу. Конечно же, для создания предновогоднего настроения, наверное, не хватает легкого морозца. Не хватает снега. Но мы должны помнить, что настроение мы создаем себе сами. Создаем своей любовью, добром, теплом, которые дарим друг другу. Путешествие Деда Мороза проходит вместе с телеканалом НТВ уже четвертый год. На этот раз главный зимний волшебник провезет праздник в 28 городов России. В каждом городе дедушка посещает социальные учреждения, исполняет желания многодетных и малообеспеченных семей, которые прислали свои письма в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Щелковцы, как маленькие, так и взрослые, были очень рады приезду главного зимнего волшебника. Молодцы, хорошо организовали. Детки довольны. Самое главное, детки счастливы. Все нравится. Мне сегодняшний концерт очень понравился. И я желаю Дедушке Морозу, чтобы он все его увидели. Дедушку Морозу все увидели. За предыдущие годы путешествий главный Дед Мороз страны проехал 40 тысяч километров, посетил более 260 социальных учреждений, 220 малообеспеченных и многодетных семей, а также подарил более 320 тонн подарков. Вот это настоящий волшебник. Окунуться в волшебство детских воспоминаний стало возможным благодаря выставке, открывшейся в художественной галерее, которая называется «Старый Новый Новый год». Здесь можно встретить картины на зимнюю тематику, поделки, увидеть коллекцию открыток разного года выпуска и даже специально воссозданную елку до революционного периода. Задача выставки в преддверии торжества – напомнить посетителям, что Новый год – это прежде всего семейный праздник. Такой, знаете, семейной истории, потому что приближается Новый год. Наша задача – объединять семьи, чтобы дети с удовольствием повели своих родителей. Родителям было не скучно и всем было здорово и весело. Эти выставки, вот предновогодние, посвященные старой новогодней игрушке, они вызывают большой интерес и у взрослых, и у детей. Дети знакомятся с традициями нашими старыми, взрослые ностальгируют. На открытие пришли юные воспитанники музыкальных школ. Они исполнили для гостей новогодние композиции. После с ребятами провели небольшую интерактивную игру. Каждый из участников смог сказать, чего он желает всем собравшимся в наступающем году. Их работа – наша радость. Сотрудники учреждений культуры нашего округа весь год трудятся над самым главным нашим настроением, чтобы на каждом празднике оно было и еще долго оставалось с нами. Они не остались в стороне и также поздравили жителей с наступающим Новым годом. Уважаемые жители городского округа Щелково, позвольте от всей души поздравить вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Все мы очень разные, но независимо от пола, возраста или социального статуса, в каждом из нас живет маленький мальчишка или озорная девчушка, которая по-прежнему верит в чудеса, верит в волшебство, верит в добро и сказку. Так вот, несмотря на все сложности, которые случаются с нами, я очень желаю вам сохранить в себе, несмотря ни на что, эту веру в чудо, эту веру в добро. Поддерживайте друг друга, цените близких, оберегайте друзей. Достойно справляйтесь с теми невзгодами, которые выпадают на вашу судьбу. Будьте счастливы! С наступающими праздниками! Канун Нового года – это время, когда мы ставим точку, переворачиваем страницу и начинаем все с нового листа. Пусть в новогоднюю ночь все ваши желания сбудутся. Желаю вам здоровья, счастья, любви близких. Цените тех, кто рядом с вами, кто вам помогает, поддерживает, несмотря ни на что. Щелковский историко-краеведческий музей встречает Новый год интересными выставками, программами, увлекательными экскурсиями. Приходите, удивляйтесь, впечатляйтесь. С Новым годом, друзья! От имени Щелковской художественной галереи, от всего нашего коллектива хочу поздравить жителей нашего города с наступающим Новым годом. Давайте все вместе поблагодарим уходящий год, поблагодарив его за радость, что он нам принес, оставив ему печалью и разочарование. Пожелаем друг другу много радости, любви, счастья, достатка в наступающем Новом году. И как сотрудник художественной галереи хочу пожелать вам побольше встреч с искусством, с прекрасным. Ведь именно искусство делает нас счастливее, чище, радостнее, больше вам любви и счастья. Дорогие Щелковцы, разрешите от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать вам здоровья, успехов, терпения, стабильности и мира. А начните год с хорошей книги, которая принесет вам не только прекрасное настроение, но и подарит атмосферу сказки и праздника. С Новым годом, с новым счастьем! Всегда рады видеть вас в Щелковских библиотеках. Дорогие жители городского округа Щелково, коллектив Дворца культуры имени Валерия Павловича Чкалова поздравляет вас с Новым годом и Рождеством. Желает вам счастья, здоровья, успехов в труде, а также мирного неба над головой. Еще раз с Новым годом, Рождеством! Дорогие земляки, вот и подходит к концу 2019 год. Что он значил для нашего коллектива, театрально-концертного центра, Щелковский театр? Значил многое, потому что в России 2019 год был объявлен годом театра. Чем мы отмечали это знаменательное событие? Это шесть премьер. Это ряд сольных концертов, как Духового оркестра, так и ансамбля русской песни «Распевая». И надо сказать, что успехи у каждого в отдельности свои, своего уровня. Так, например, у театральной труппы это приз на карнавале Пушкинском «Высокой награды». Приз от Василия Лунового. Если рассматривать оркестр, то это первое место на международном фестивале в Истре среди духовых оркестров, когда были не только представители Московской области, но и уже соседние государства. Кроме этого, завершением, наверное, тоже значимое. Это ураспевов «Родники России» приехали также с первой премии. И это замечательно. Все наши творческие проекты – это все для вас. Мы от всего сердца дарим их каждому из вас. И я бы отметила следующее. У нас появился свой зритель. И я сегодня всем вам, земляки, и нашим, постоянным, и тем, кто хочет прийти в театр зрителям, хочу пожелать прежде всего здоровья, семейного благополучия. И будьте доброжелательны. Помните, доброжелательность не раздаришь. Она всегда возвращается. С Новым годом, дорогие мои! Уважаемые жители городского округа Щелково! Согорянский дом культуры поздравляет вас с наступающим 2020 годом! Желает вам исполнения желаний, счастья и радости! Будьте любимы и любите сами! Находитесь рядом со своими близкими и поддерживайте их! Счастья вам, удачи, всего самого замечательного в наступающем году! Уважаемые жители городского округа Щелково! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Искренне и от всей души желаю, чтобы в Новом году осуществились все самые чистые, светлые и заветные мечты! Исполнились желания, а друзья и близкие ежедневно окружали вас заботой, теплом и своим участием! Пусть следующий год порадует вас новыми достижениями, большими свершениями и грандиозными победами! Пусть новогодние праздники наполнят вашу жизнь сюрпризами, радостными встречами с родными и близкими вам людьми! Радости вам, успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения! С праздником! Дорогие жители городского округа Щелково! В эти прекрасные предновогодние дни хочется поздравить вас всех с наступающим Новым годом! Будьте добрее, будьте теплее друг к другу, берегите друг друга! Пусть Новый год, год крысы, год високосный обязательно принесет вам счастье! Пусть в ваших семьях процветает доброта и уважение друг к другу! С Новым годом! Дорогие жители городского округа Щелково! От всей души я хочу вас поздравить с наступающим 2020 годом! Время летит неумолимо быстро! Казалось, только вчера мы встречали 2019-й и вот он уже 2020-й! Я хочу пожелать вам в следующем году иметь возможность побольше проводить времени со своими близкими, путешествовать, посещать наши замечательные учреждения культуры, театр и дома культуры, конечно же, бывать в музеях и на выставках! Ведь что такое наши каждодневные будни? Они проходят, ничего не остается! Надо, чтобы обязательно было в нашей жизни что-то яркое, что-то незабываемое! И вот мне хочется, чтобы в следующем 2020 году у вас было побольше таких ярких, незабываемых моментов! Еще мне хочется вам пожелать доброты, этого нам всем не хватает, душевного тепла, равновесия душевного, ну и, конечно же, достатка любви и здоровья! Дорогие жители городского округа Щелково! Есть в году такой восхитительный день, когда особенно хочется верить в волшебство и ждать чудо! Пусть ваша жизнь будет похожа на сказку и наполнится волшебством! А приятные сюрпризы, чудеса случаются с вами на каждом шагу! Счастья, радости, любви в наступающем новом году! Ну что же, на этом наша программа подходит к завершению, да и завершается год! И не важно, какой у него символ, главное, чтобы он был счастливым и полным интересных и ярких событий! Ну а я, как всегда, желаю вам культурных выходных и будней!